А при чём здесь? Это моё мнение. А то, что в данном случае он допустил технический брак, это вообще 100% не обсуждается. Вот, и получил плюху. Согласен, это никто не может обсуждать. Ну и всё. А на мой взгляд, он не великий вратарь, потому что я говорю, он только по своим физическим кондициям... Если бы он был великий вратарь, он бы не в ЦСКА играл, и давно бы уже. А мексиканец Кемпис? А? Мексиканец Кемпис, он великий был вратарь? Нет? Мексиканец Кемпис? Да. А когда он играл? Ну, несколько лет назад, лет 15, сколько назад играл. Ну, я вообще мексиканским футболом не интересую. Замечательно. Ладно, пошли дальше тогда. Ну, Александр Викторович, хорошо, про Игоря мы давайте закроем тему, потому что вы сказали своё мнение, хотя моё остаётся прежнее, что Акинфеев это лучший вратарь. А чё мнение более авторитетно? Ну, наверное, ваше, но вы сказали, что... Меня здесь... Вы высказали своё мнение, я высказал своё мнение. Здесь меня Мобиль своим мнением уже замучил, понимаете? Ну и что, у вас журналистское мнение. Вы что, профессионалы, что ли? Секунду, вы тоже не вратарь. Я профессионал в футболе. Замечательно, но вы не вратарь. А при чём здесь вратарь-не вратарь? А при том... А кто тренирует вратарей? Только вратарей, что ли? Тренер вратарей тренирует сейчас везде. Ох, вы в Америку открыли. А раньше кто тренировал вратарей? Ну, раньше не было такой школы. Раньше футбола не было. Это же советский футбол. А у вас сейчас непонятно какой футбол. У нас. У вас, да. У нас. У журналистов. Да, у вас, у журналистов. И первые вы журналисты, кто, скажем так, неправильную информацию доносите. И не то, что на самом деле. А то, что вы заказные иногда бываете, это 100%. Это тоже коррупция у вас. А вы, Александр Викторович, по поводу заказных, давайте мы сейчас не будем говорить по поводу коррупции и прочего. Вы называете себя профессионалом и говорите, что вы разбираетесь в футболе. Вы перед матчем Германии-Португалии сказали, что Португалия выйдет из группы, а Германия, еще посмотрим. Германия, это ерунда полная. Я говорил, что так Ланальдо говорил. Нет, это вы говорили свое мнение. А мое мнение 50 на 50 было. Нет, вы сказали, что Португалия выйдет из группы, мы можем прослушать эфиры. Я не говорил, что Португалия выйдет из группы. Как может Португалия выйти из группы, если шансы 50 на 50? Что вы за слова цепляете? Я своим ушам верю, я это слышал в эфире, вы говорили в прямом эфире. Ну и что дальше? После этого я не профессионал, да? А вы профессионал, да? Я не знаю. Да вы провокатор, по большому счету. Что вы хотите от меня сейчас? А? От вас я что хочу? Да, что вы от меня хотите? Вы что меня сюда пригласили, чтобы меня уличать, что я сказал, а что я не сказал? Не так? Что вы привязываетесь к этому? Вас футбол интересует или то, какие прогнозы говорили? Вы знаете, что Пиле ошибается на 80% своих прогнозов? И что, он не Пиле, что ли? Вы сейчас себя равняете с Пиле, да? Знаете, я сейчас с эфира встану и уйду. Замечательно, ладно, продолжаем. Услабляет вас это или нет? Продолжаем эфир. Я вас предупреждаю. Вы свободный человек в свободной стране, вы можете делать все, что угодно. Да? В какой свободной стране? В этой свободной стране, где 80% коррупции, как вы сказали, в футболе. Все, до свидания. Продолжаем эфир на Спорт.ФМ. Александр Викторович Бубнов покидает студию, а мы ведем программу 100% футбола. Комнат ставить? Зачем? А? Зачем? Зачем кресло ставить? Ну, а об Атауле не вообще речь не идет. Это не тот, как говорится, персонаж, о котором стоит вообще говорить, да? Речь идет о Ловчеве. Ну. Вот. Он сделал заявление. Ну. Да. Что мне в психушку там надо, да? Что он сгорячился. Ну, вот он уже, знаешь, сколько раз так погорячился. У нас Кавазашвили погорячился, что тому пришлось книги это написать. Слушайте, но если вспомнить все, что вы здесь сказали по поводу Муткова, по поводу Генера. Я за все... Послушай сюда, послушай сюда, ты сейчас здесь уже как адвокат, что ли, выступаешь, да? Или прокурор? Нет, я просто помню, что вы говорите. Я за все свои слова отвечаю, понимаешь? И вот я тебе говорю, что на Ловчеве, вот после того, как он вот эти заявления сделал, да, все. Вы понимаете, я просто не слышал, чтобы Виталий Ленчич сказал, что он ставит на бубнове крест. Да мне вообще не интересно, что Виталий Ленчич скажет. Я знаю, что он на российском футболе уже крест поставил. Может, просто надо быть выше и... Выше кого? Кресты-то расставлять, зачем? Выше кого? Выше ваших критиков, например. Нет, выше Мутко, что ли? Да нет. А что, о Мутко же речь сейчас идет? Что ты нет, почему? Потому что вы говорите, я поставил крест на нем, я поставил крест на нем. Да нет, это наше личное отношение, пускай сколько хочешь, говорит. Крест поставлен на личных отношениях. Понял? Есть публичные отношения, да? Вот, а есть личные отношения. Это не одно и то же, чтобы ты знал. Я прекрасно об этом знаю. Как вы думаете, а вот на вас там много народу крест поставил? Да мне плевать, мне плевать, да мне плевать, сколько на меня крестов. Я знаю только то, что я говорил. Я так полагаю, что с той стороны тоже кому-то плевать. Пускай ставят крест, да, и с той стороны пускай. Я говорил то, что я пережил, и то, что я знаю. Я за каждое свое слово отвечаю. Помнишь, а что они там кресты ставят, ради бога? Они давно на меня уже кресты поставили в Спартаке. Пока только вы знаете. Чтоб ты знал, да. Если ты не знаешь, я персоно-нон-грата давно в Спартаке. Понял? Или для тебя это новость? А может быть, все-таки как-то стоит задуматься над этим? Да, не стоит. Это ты задумывайся. Я уже об этом давно задумывался. То есть это Спартак плохой? А? Это Спартак плохой. А что ты меня сейчас тоже провоцируешь? Здесь один провокатом сидел. А что ты эти вопросы задаешь дурацкие? Почему дурацкие? Вот ты и думай об этом. А мне не надо об этом думать. Почему дурацкие? Да потому. Почему дурацкие? Потому. А что ты от меня хочешь? Я уже одному говорил. Что ты от меня хочешь? Ты хочешь, чтобы вся передача закончилась? Она закончится. Да ну, зачем? Что да ну? Не задавай вопрос тогда, дурацкие. А ты думаешь, я не понимаю, что ты сидишь, и что ты смеешься-то? Потому что мне весело. Да, весело. Ну все, до свидания тогда. Веселись дальше. Да не успокойтесь, Александр Ильич. Вот все. Да в чем дело-то? Не в чем. Да все нормально. Все нормально. Ну что ж, у вас еще есть возможность вернуться? А Вин уже рассказывал, какой умный хороший. Теперь ты продолжай. Хорошо, хорошо, продолжим. Значит, я думаю, что мы вполне можем теперь в режиме звонков с вами поработать, потому что у нас еще порядка 40 минут эфира. И я думаю, что вот те люди, которые пытались дозвониться и не смогли этого сделать, сейчас получат великолепную возможность. Вован-222 победитель премии «Пусть говорят». Вован сегодня в студии «Ударя головой» и мы приглашаем его сюда. Вован, пройдите, пожалуйста, сюда. Я понимаю, от кого вы хотите быть подальше, но, тем не менее, стать лучше именно сюда. Скажите, как вам обращаться? Владимир. Просто Владимир. А голос похож, кстати. Я думаю, вы не рады. Объясните, зачем вы это делаете? Во-первых, все-таки это розыгрыш. Хоть кто-то, может быть, считает иначе, но, во-первых, розыгрыш, конечно. Во-вторых, ну, пранк, сами понимаете, позволяет, вот если судить по некоторым последним пранкам, то есть мне понравился очень мир футбола, он достаточно такой закрытый. В то же время мне жалко, что спорт, который является народной игрой, вот в нем вертится вот это все, очень много тайны, которые вот обычные болельщики об этом не говорят, то есть это от них спрятано. А вот эти самые пранки, ну, может быть, помогают пролить какой-то свет на это, поэтому, ну, поэтому я, видимо, здесь и стою. Владимир, главный вопрос, возможно, наша программа, а может быть и человечество. Вы очень часто, больше всего вы разыгрывали в своих пранках Александра Бубнова. Александр сегодня в студии. Вы готовы здесь, в студии, извиниться перед Александром? Ну, если я доставил ему какие-то недовольства, какие-то отрицательные эмоции, то, может, наверное, да. Владимир Владимирович, я тебе сейчас отвечу. Хорошо, что вызвали, хорошо, что вручили. Но благодаря Александру Викторовичу... Значит, не, послушай сюда. Все, теперь молчай. Сейчас уже, сейчас я тебя на чистую воду выведу. Ты не все говоришь, что ты делаешь. У меня, я посадил жену свою, и она слушала, как ты порнографию нес в течение 30-40 минут. Мат страшнейший. Причем это была порнография натуральная. Понимаешь, у моей жены, у моей жены чуть уши не отвяли от тебя, понимаешь? И после этого ты говоришь, ты этого говоришь, что ты людей на чистую воду выводишь. Это тебя на чистую воду надо выводить. Так вы обвлекуете. Коля, а вы согласны? Отдыхай. Мы сейчас избрали нашим чемпионом под лицами. Вот смотрите, сейчас, Александр Викторович. Я не буду слушать даже то, что ты будешь говорить. Повешни же своего достойного. Я уйду, я уйду из этой студии, потому что я считаю, я считаю, что от тебя я вообще ничего не должен слушать. Два слова, во-первых, чтобы опять сюда конца правду сдали. Это не ты меня разыгрывал, это я тебя разыгрывал. Да, я тебя разыгрывал, потому что я знал, что это не телефоны лорчего. И когда ты сказал, что ты охрип там, туда-сюда, я сам понял, я думаю, дай-ка этого клоуна разыграю. А Новодворская, Навальная. Это все, да, я тебя подыгрывал. И с ментами я тебя подыгрывал. Помнишь, я тебе сказал? Менты придут к тебе. Нам остается только поаплодировать. Конечно, ты клоун натуральный. Это то, что мы делаем всякие тропы. Да, пожалуйста. Клоун натуральный, я тебе еще раз повторяюсь, это для тебя, а это для тебя не оскорбление, это твой образ. Я, еще раз, я не подвергался таким розыгрышам. Возможно, как человек темпераментный, я тоже вышел бы из-за себя. Но я уверен в одном. Я сочувствую вашей жене. Да не надо мне сочувствовать. Вашей жене, не вам, вам, упаси боже. И моей жене не надо сочувствовать. Еще один сочувствующий. А если бы... Сочувствует он. Ты что, я до этого пригласил, чтобы здесь эту клоунаду устроить? Нет. Игорь, высказывай. Ты такой же клоун, как он вот стоит. Посмотри на него. Игорь, продолжайте. Вы вот этого хотели, вы и добились. Это передача для этого, ребят. Са, перестань, но ты не... Я себе не думал. Он все вырежет, вот покажи это все. Я посмотрю, если вы это не покажете, тогда вы подлецы тоже. Прошу вас, Игорь, в защиту Володи. Это сейчас особенно актуально, потому что Александр Бубнов покинул студию. Володя занимается довольно жестокой формой общественной деятельности. Общественное лечение. Володя сказал важную фразу, что общество, в частности футбол, дико закрытых. Мне кажется, что смех, это то, что вызывает творчество Володи, да, это очень полезная штука. Она лечит общество. Мне кажется, что это вот такая шоковая терапия. Прямо сейчас мы вручаем приз Александру, мы вручаем приз, я все еще думаю о Александре Бубнове. Мы вручаем приз Владимиру. Вот в этом конверте находится 10 тысяч рублей, которые вы сможете положить себе на телефон, и этого хватит на год новых розыгрышей. Вован-222 победитель в номинации «Пусть говорят» премию «Удар головой». И после рекламы будет главная номинация «Удара головой». Человек года. Никуда не уходите. Я прошу прощения, я, может быть, кто-то не в курсе. Наша сборная не вышла из группы. У нас огромное количество проблем в футболе. Мы про что говорим? Про итальянского нападающего, как его воспитывали. Но вот сидят замечательные футболисты. Давайте вот Бубнов, абсолютно честный человек. Дайте людям сказать про футбол. Мы обязательно дадим слово. По вашему болельщику это не футболисты. Давайте, давайте. Пожалуйста, пожалуйста, говорите. Говорите. Да. Вот то, что все произошло, да, это вот из-за того, что у нас вот так функционирует система. Система футбольная. Вот. Если вы сейчас, мы не сделаем правильные выводы, вы потом плакать будете на чемпионате мира 2018 года. Я полностью с Фетисовым согласен, что за это вот то, что так функционирует система эта футбольная, виноват министр спорта. Он несет полную ответственность. И он за это... Спасибо большое. Я только понимаю, что когда спортсмен выходит на лед, на футбольную арену, он должен сам по себе отдаваться. И не важно, кто у него за спиной в этот момент. Да, да, как я буду отдаваться, если... Я хочу, чтобы все-таки за 6-7 минут до... Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что мы вместе с...